С 1 января этого года страховые взносы для индивидуальных предпринимателей увеличили вдвое до 26% от двух минимальных размеров оплаты труда. В результате годовой платеж в пенсионный фонд и фонд обязательного мест страхования для индивидуальных предпринимателей вырос с 17 до 35 с половиной тысяч рублей в год. Как результат, миллиардный ущерб экономике. По всей стране массово закрываются тысячи торговых точек, а государство недополучает налоги. Кирилл Мигель узнавал, как нововведение сказалось на Ноябрьске. На последнем издыхании мы сидим. Продаж нет вообще никаких. Пустынные коридоры и почти полная тишина. Обычный будний день торгового комплекса в центре города. В выходные, говорят бизнесмены, дела еще хуже. Выдержать конкуренцию оптовиков и сетевых фирм практически невозможно. Арендная плата, налоги, что называется, виндополож. А теперь еще и страховые взносы подскочили практически вдвое. Ирина Макарова закончила торгово-кооперативный техникум, но открыть свое дело решилась не от хорошей жизни. Муж получил инвалидность и не смог работать. Зарплаты не хватало. Сначала торговала прямо на дому, а недавно решила взять в аренду небольшой павильон. Как говорят, помогают предпринимателям, это только на словах. В делах это не чувствуется. Как только скажут, что помогают, значит что-то повысится. Ну вот как-то это вот проходит именно так. Да, повысился пенсионный, выплаты в пенсионный фонд в два раза. Это ощутимо, особенно если у кого есть продавцы. Коллега Ирины Анна Клебан на Ямал приехала в 81-м работать на стройке, а затем решила, хватит. И 15 лет назад открыла свой небольшой бизнес. Тогда, рассказывает женщина, катались как сыр в масле. А сейчас еле сводят концы с концами. Ну для меня, конечно, это очень много. Очень много. Что пенсионный, что налог, это очень большая сумма. А работаю, потому что я уже на пенсии, а куда я пойду, так, наверное, лишь бы дома не сидеть. А коли работает, значит отчисление, несмотря на то, что по возрасту пенсионер, пенсионный фонд делать должна. В квартал Анна Ивановна платит 9 тысяч, а размер ее пенсии в месяц 13. В пенсионном фонде поясняют, страховые взносы это не налог, ваши деньги ложатся на ваш счет. Пенсия постоянно индексируется, а значит со временем получать будете только больше. Если страхователь не уплачивает, индивидуальный предприниматель не уплачивает, это значит, что деятельности он не ведет. Ну, мало того, что здесь штрафные санкции идут достаточно серьезные. Мы говорим еще и о том, что он себя, значит, обирает в плане своего трудового стажа. В плане своего северного стажа в том числе. То есть, когда придет время пенсионных выплат, он уже не может рассчитывать на ранний выход на пенсию на 5 лет раньше установленного возраста, на так называемую выплату ямальских компенсаций, если не будет 15-летнего стажа, на звание ветеран Ямала и так далее, так далее. Но для многих это не аргумент. С 317 тысяч 300 человек по всей стране. Именно столько предпринимателей попросту закрыли свое дело на конец марта этого года. По ноябрьску 392 человека. Но есть и те, кто, несмотря ни на какие обстоятельства, решаются бизнес открыть. Таковых в городе 242. Здесь надо учитывать свои собственные силы и рассчитать. И знать программы государственные, где государство взимает, а где государство поддерживает. Это можно компенсировать другими программами. Однако есть и те, для кого статус индивидуального предпринимателя – единственное средство к существованию. Именно статус, а не бизнес. По закону. Кто-то, например, работает по договору подряда, предпринимательство теперь обязаны открывать и таксисты. А уж коль предпринимательство открыто, от отчислений никуда не деться. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, Александр Иванов и Григорий Куропцев. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова